В моей жизни много разных увлечений. Играю в театре Линк, это народный аматорский театр. Также я являюсь членом клуба историческая реконструкция, который называется Подольская Харуги. Для меня очень многое значит спорт. И этот спорт уличный, он называется стритворкаут. На самом деле, постоянно я продолжаю искать себя. Нахожу себя понемножку во всех этих вещах, но, наверное, я полностью себя еще не нашел. До периода, когда я даже играл в рок-группе. Меня спрашивают часто, о чем ты мечтаешь, кем ты хочешь стать. А у меня с детства была такая мечта идиота, это стать актером. Стать актером театра, актером кино. И участие в массовках в некоторых фильмах только подтвердили мои желания. Что касается спорта, то на самом деле, с детства я занимаюсь разными видами спорта. Это было, начиналось, наверное, еще с каратэ, когда я ходил в шестом классе. Потом футбол, потом разные виды атлетики. А вот уже, оканчивая университет, я пришел к стритворкауту. Большим вдохновением для меня стали спортсмены из Америки. Это как и афроамериканцы, так и белые спортсмены, которые занимались в американских гаттах. В сети очень много таких роликов. Они действительно мотивируют, потому что простые ребята там показывают очень большие силовые результаты. И в то время мы с нашими рыцарями Подольской Хоругви задумывались над тем, как бы нам сделать тренировки более силовыми. И поэтому я начал искать разные упражнения в интернете. И тут я вижу гетто-воркаут или стритворкаут. Я был поражен, я понял, что это то, что нам надо. Конечно же, все не дается сразу, поэтому вначале наши результаты были очень и очень скромные. Но я с чистым сердцем могу сказать, что стритворкаут – это тот спорт, в котором я увидел большие результаты за небольшой промежуток времени. Если заниматься регулярно, если работать над собой, результат всегда придет. Большим подспорьем моей жизни, нашего движения является здоровый образ жизни. Без этого я себя совершенно не вижу. Поэтому я в корне против разных плохих привычек, по типу потребления наркотиков, курения и даже потребления спиртного. В театральной деятельности я с театром «Линг» принимал участие в некоторых спектаклях. Это были роли второго плана и одна даже главная роль в пьесе Марии Родионовой «Кошка на радиаторе». Также были пьесы «Азори здесь тихие» по известному роману военного времени, который трогает сердца и по сей день. Футуристические вещи. Театр «Линг» развивается, он не останавливается только на классике. К примеру, в данный момент я еще принимаю участие в проекте «Театр «Линг», который связан со средневековым. Это реконструкция средневековых фарсов, которые называются «Фаблио», «Ле», который составлял простой народ, над которым смеялись еще и в 14-15 веке и смеются по сей день. Что касается исторической реконструкции, сейчас средневековый театр и моя деятельность в клубе «Подольская хорубь» переплетаются. Частенько мы выступаем на исторических фестивалях. К примеру, взять прошлогодний фестиваль «Порто Темперис», который проходил у нас на «Русской браме». В рядах нашего клуба исторической реконструкции и, в принципе, и театра тоже, люди все очень творческие, очень креативные. Я рад, что судьба свела меня с таким коллективом, потому что я очень многого набираюсь от них. К примеру, если брать «Рыцарей», то большую роль на формировании моей личности оказала знакомство с Львом Срачуком, это капитан нашей команды, Лешей Резиным, который по совместительству еще и прекрасный фотограф свадебный, Толиком Гудымой, ну, эти имена можно называть и перечислять долго. Что касается театра, то Валерий Свирида – это имя, которое в Каменце-Подольском звучит неоднократно. Почти на каждом массовом мероприятии городском Валера всегда в этом участвует, либо как артист, либо как один из организаторов, либо как работник городского дома культуры. Вадим Якуш также артист, прекрасный человек, очень интересный. Человеку, у которого есть чему поучиться, как и людским моральным качествам, так и его профессиональным артистическим качествам. Кстати, я очень рад, что Театр Линк стал не просто любительским аматорским театром, а заслужил официальное звание Народного аматорского театра, что, в принципе, означает признание. Значит, не зря мы все это делаем, не зря стараемся. Что касается моей профессиональной деятельности, я работаю экскурсоводом в старом городе. Старый город я полюбил еще со школы. Для меня всегда это был как оазис, как своя маленькая сказка в нашем городе. И поэтому ничего удивительного нет, что со старым городом у меня позже была связана и учеба, и работа. И для меня большое удовольствие обводить людей, показывать им наш город, открывать им нашу Камень-Исподольскую сказку. Недавно выбрались на международный уровень. Я был одним из тех людей, которые представляли Камень-Исподольский на международной туристической выставке ITB 2013 в Берлине. Мой хороший друг Никита Рейда, глава благотворительного фонда Шанс. И я также являюсь членом фонда Шанс. Также стараюсь хоть как-то помогать детям, которые нуждаются в помощи. Вот, к примеру, мы планируем организовать фестиваль воркаута в августе этого года. И хотим сделать так, чтобы это был не просто чемпионат Камень-Исподольского воркаута, а чтобы это был благотворительный фестиваль. То есть, если получится, мы хотим собрать какую-то сумму денег на благотворительность, на операцию ребенку, который нуждается в этой операции. Хочу пожелать молодежи в первую очередь не стоять на месте развиваться. Главное найти себя, реализовать себя, свои амбиции и направить всю свою энергию, а энергии много у молодежи в правильное русло. Не употреблять наркотиков, не курить, не пить, заниматься спортом, быть здоровыми, красивыми и успешными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok